Привет, дорогие мои сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и на этом канале все, что мы делаем, это пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Ребят, все вы помните, все вы знаете частяковую ионову, глюкозу. Непонятная тема происходит сейчас с ее инстаграмом, и вообще непонятно, что происходит у них в принципе в жизни. Во-первых, начнем с того, что в начале года ее мужа Александра Чистякова видели в компании классическое инстаграм-дивы в ресторане на Новой Риге. Очевидцы говорили, что они целовались, миловались, и девушка вела себя более чем уверенно. Что происходит дальше? Чистякова и ионова переименовывают свой инстаграм. Теперь, дорогие мои, это называется глюкозу-мьюзик. Не был бы я сплетником, если бы у меня не возникли логические и закономерные вопросы. Вместо публикации красивой жизни, вечеринок, поездок, классической социальной жизни наших светских львиц, Чистякова публикует абсолютно меланхоличные, депрессивные фотографии с длинными и супернудными описаниями, изливанием души, которая, скорее всего, и является отражением того, что сейчас у нее в жизни происходит. Цитата. Здесь не столько описание, что такое счастье, в принципе, сколько описание того, чего очень сильно не хватает. В жизни Чистяковой и ионовой. Я был бы не я, если бы у меня не было с собой всех доказательств. Как заявляют инсайдеры, у мужа глюкозы не просто роман, а достаточно серьезное отношение на стороне, серьезное настолько, что сама ионова в курсе дела, и я не удивлюсь, если дело уже движется к разводу, все просто нас стараются сейчас от этого огородить, потому что как бы это не наше дело. Но опять же, назвалась ты груздем, полезай в кузов, если ты публичный человек, готовься к тому, что тебя прополоскают таки на канале сплетника Антона С. И в чем, дорогие мои, проблема? Как утверждают инсайдеры, она просто помешана на молодости. Она панически боится стареть. До истерики. Везде таскает с собой своего фотографа и свет. Фотки разрешает использовать только свои. В общем, поехала немного кукухой на почве ускользающей молодости. Она, как многие актрисы, для которых лицо это одна из необходимостей успешной карьеры, если так можно выразиться. Но опять же, это у них в голове, это так люди себя загоняют в такие вот тупики, когда у себя в голове ты, я не должна стареть, я должна всегда оставаться в этом весе, я должна всегда быть на цыпочках. Именно так люди съезжают с катушек. Это известный факт. Да всем плевать, как ты выглядишь. Люди будут слушать и махнувшую на себя рукой лолиту, и держащую себя в неимоверных рамках глюкозу. Но одержимость красотой и одержимость молодостью, это как раз говорит не о том, что человек боится постареть. И не потому, что у нее, о боже мой, карьера катится вниз. А здесь, скорее всего, просто один из показателей того, что у мужа появилась молодая, моложе пассия. И теперь не просто, скорее всего, дышит в затылок, а уже имеет место быть в этом треугольнике. Будет интересно посмотреть две вещи. Во-первых, как будет раскручиваться ситуация в принципе и к чему она приведет. Это раз. А во-вторых, если действительно есть кто-то у ее мужа, и мне интересно, если он оставит Ионову и уйдет к молодой любовнице, как будет выглядеть карьера? Вообще осталась у глюкозы карьера? На вскидку я не вспомню ни одной свежей песни от Ионовой. Мое мнение, девушки такого плана, вот русский шоу-бизнес, когда каждая, которая пытается хоть как-то самореализоваться, требует, именно требует у богатого мужа, у богатого покровителя карьеру певицы. И вот мне будет интересно посмотреть, если Чистяков уйдет от нее, насколько долго вообще останется она в ротации, насколько долго она будет еще певицей. Поэтому мне будет очень интересно смотреть и люблю такие вот немножко инсайда, немножко сплетен. Не немножко сплетен, а много сплетен. Сплетен много не бывает. Это так, на секундочку. Поэтому, надеюсь, будет скоро больше информации на эту тему, но очень интересно будет копать. Сын Элизабет Херли, Дэмиан, снялся в рекламе косметики. Во-первых, я хочу сказать, что это неимоверное сходство красавицы мамы и андрогинной внешности ее сына. Но видно же, что от этой апельсинки родилась именно апельсинка. Боже мой, насколько похожи. Вот копия мамочки, мамочкин сынок. Во-первых, как это мило. А во-вторых, я немножко утомился от заигрываний больших брендов с андрогинностью. Это уже ничего нового. Мальчик выглядит как девочка, а сын Элизабет Херли. Давайте его превратим в маму, не прикладывая особых усилий. Именно на это и рассчитывали, что какой-то пиар, люди начнут говорить об этом. А сам ролик, нет, для меня это скучно. Мы в 2019 году настолько избалованы. Нас ничем не удивить. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы сказали, о да, вот это что-то очень-очень новое. Мы очень избалованы. Мы очень зажравшаяся публика. Это, в принципе, замечательно, потому что я считаю, именно это в сухом остатке будет двигателем прогресса. Люди будут стараться прыгнуть выше своей головы, чтобы продать свой инновационный продукт. И ради этого они будут делать инновационные продукты и делать инновационную рекламу, чтобы удивить зажравшуюся публику, как мы. Вот мое мнение насчет этой рекламы. Все абсолютно сейчас обсудили. Красавцы, можно сказать. Специфическая внешность. Абсолютно не каждого чашка кофе. Но копия мамочки и прям-таки восхитительный. Когда он не в рекламе, а просто с длинными волосами. Ну, красавец мужчина. И знаете, для меня немножко здесь начинается диссонанс. Когда в рекламе Cat Von D палетка, посвященная памяти Дивайн, это одной из легенд американской травести сцены. Тоже использовали мальчика натуральной ориентации для рекламы этой косметики. Здесь тоже самое. У меня небольшой диссонанс начинается, когда мальчиков известных родителей кидают в эту пучину гендерной неопределенности и на этом делают какие-то деньги. На этом делают пиар, в любом случае. Но мамочка, сыночка... Ой, какие же они красавцы. Прямо сердце просто блинтает. Обожаю, обожаю. Но реклама мне не зашла. Хе-хе-хе-хе-хе. Исторически есть такой факт. Свободные темнокожие люди выращивали и ели и продавали арбузы и при этом сделали их символом своей свободы. Белые американцы с юга, которым угрожала новообретенная свобода темнокожих, сделали этот плод символом нечистоплотности, лени и нежелательного появления темнокожих на публике. Мы говорим об афроамериканцах и мы говорим об арбузах. Кто не знал, но в Америке есть стереотип. Если ты афроамериканец, то ты обязательно ешь только жареную курицу. И арбузом можно. На самом деле, как это несложно звучит, на этой стороне океана, но арбузом можно оскорбить чернокожего. И вот Мадонна, зная все это, будучи американкой самой, оскорбила, просто оскорбила миллионы афроамериканцев и американцев и прочих толерантных людей. Сторис, которые уже удалены, конечно, у Мадонны. 60-летняя Мадонна публиковала фотографии своих приемных темнокожих дочерей в платье из арбуза. Куча народу. А Мадонна, ты расист. Мадонна, ты такой. Мадонна, ты сякой. Во-первых, ребят, ну сколько можно быть настолько узколобами? Где Мадонна расист? Сколько она влила в экономику Малавии? Я вообще не знал, до Мадонны, я не знал, что есть такая африканская республика, как Малавия. Сколько Мадонна сделала для чернокожего населения, столько, наверное, сделал не один известный поп-певец на планете. Постоянные ее заигрывания с чернокожими, с людьми нетрадиционной ориентации. Все, что более-менее ущемлялось, по крайней мере, 10-20 лет назад, Мадонны поддерживалось двумя руками. И сейчас, когда ее обвиняют в том, что она одела дочек в арбузные платья и юбочки, людям просто нужно, блин, я не знаю, угомониться. Или смотреть на это проще. Вот вам, пожалуйста. Анна Седокова одела сына в юбку из белой кружки. Проще надо на все смотреть. Не всегда арбуз и афроамериканец эквивалентно насмешке. Знаете, честно, начинаешь именно утомляться из-за того, что боишься высказать свое мнение, боишься самовыразиться, только по той причине, что ты обязательно оскорбишь одного из кого-то там, и начнется вот этот срач. Я как репортер сплетен и новостей, которому прилетело, ну, овер до хрена. А сами знаете, что, в Панамку за два последних высказываний про Егора Крида. Вот два моих видео. Если я посчитал, что вы заставляете меня любить Егора Крида, даже если у вас в мыслях не было такого, именно так я воспринял вашу критику. И вы должны воспринимать мою информацию точно так же. Вы воспринимаете ее в радиусе своих восприятий. Если я высказал свое мнение, вы поняли его неправильно, это окей, имеет место быть. Но если вы откликнулись и напечатали свои сотни комментариев, и я неправильно их понял, это тоже имеет место быть, понимаете? Нужно всегда думать, а как думает другой человек, а как думают на другой стороне. Здесь я считаю то же самое. Нужно смотреть на все проще. И это урок для меня так же. Нужно на все смотреть проще, особенно когда я как пытаюсь самые свежие, самые горячие, горяченькие пирожки сплетен доставлять к вашему утреннему кофе. Мне нужно так же понимать, что меня неправильно поймут. И если меня неправильно поймут, то это не моя вина, а это люди просто неправильно поняли. И мне не нужно продолжать цедить эту тему и продолжать объясняться уже на данный момент. Поэтому мне нужно так же быть более толерантным, более понимающим к моим зрителям. Поэтому здесь, ребят, без обид, кому нравится Егор Крид, выпью за вас кофе. Кому не нравится Егор Крид, за вас тоже пью. Очередной горячий пирожок Баленсиага. Знаете, постоянно меняются. Вот Гуччи, потом был небольшой всплеск Фенди, и сейчас я чувствую мое такое предсказание. Баленсиага будет следующим горячим пирожком. Хотя у Гуччи восхитительная новая коллекция. Обожаю, как сходят с ума дизайнеры Гуччи, как они просто не сдерживая себя сходят с ума. Обожаю последнюю коллекцию Гуччи, но свежая коллекция Баленсиага и свежая реклама от Баленсиага. Однополые пары, именно женщины. Очень красиво, очень чувствуем. Так вы знаете, очень парижская съемка. И выглядит это вроде бы и стереотипно, и в то же время совершенно не стереотипно, потому что нестандартная внешность моделей и достаточно искренние чувства, которые показаны при съемке. Мне, например, это очень приятно. Интересно смотреть вроде бы на, о господи, чем нас можно удивить, а иногда можно нас удивить такими сентиментальными и достаточно чистыми проявлениями любви, даже если просто любовь не настоящая нано-камеру, но правильно запечатленный момент привлекает внимание. Обожаю новую рекламу от Баленсиага и посмотрим, как они сделают в этом году кассу, но Баленсиага, well done, baby. И немножко про Кевина Спейси. Да, с него сняли абсолютно все обвинения в домогательствах, обвинявшего в непристойном поведении сын телеведущей Хизер Унру воспользовался конституционным правом не давать порочащих себя показаний. Таким образом, имел ли место инцидент, так и осталось неясным. Но очевидно, что репутация Спейси очень сильно пострадала, а его дальнейшая карьера оказалась под угрозой. Вот вам история, как за 10 дней может быть разрушена репутация, которую человек зарабатывал всю свою жизнь, когда человек получал Оскар, когда человек получал все мыслимые и немыслимые награды, огромное количество поклонников. 10 дней и вся жизнь испорчена. И теперь помнить будут Кевина Спейси не только за восхитительные персонажи, которых он играл в своих восхитительных фильмах, но однозначно будет вот эта ложка дегтя присутствовать всегда в его бочке меда. И это на самом деле ужасно. Я обожаю Америку, я обожаю их инновации, я обожаю, что все самое модное, интересное, провокационное, то, что меня лично вдохновляет, очень много идет оттуда. Но здесь я очень осуждаю. Как можно брать на веру слова человека и как человек может, в принципе, не доказывая ничего, кроме своих воспоминаний, не бояться получить ответный иск в клевете. Я не понимаю, я много раз поднимал такого плана темы, как и Харви Вайнштейн, которого я очень уважаю как профессионала. Ребят, я не знаю, я не вел ни документов, ни женщин, которых он домогался. Я человека очень уважаю как одного из лучших профессионалов Голливуда и индустрии, в принципе. Столб, который непререкаемый, по крайней мере, был, пока его просто не смешали с грязью. И Кевин Спейс, один из моих самых любимых актеров, я не понимаю вот эту вот ситуацию, когда могут на веру брать слова 30-летней давности без каких-либо доказательств. Как такое может быть, я не знаю. Я не знаю. Никто не ожидал, скажем так, официальный вышел трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт и другими звездами. Интернет в шоке. Universal Pictures представил свой первый официальный трейлер фильма «Кошки». Адаптация одновременного культового легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера 1981 года. Сюжет классически основанный на оригинальных «Кошках». Съемки фильма начались летом 2018 года. А где возник вопрос у аудитории? Первый трейлер «Кошек» вызвал интернет-пользу или неоднозначную... Ребят, с добрым утро, дорогие мои сплетники. Надеюсь, этот уикенд у вас будет просто восхитительный. Желаю вам шикарно провести субботу. Я очень извиняюсь, вчера не было сплетен, но я был вымотанный в конец. Очень устаю, честно, очень устаю. Поэтому спасибо вам за терпение, спасибо за понимание. Я вас всех очень сильно люблю. Ребят, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. На сплетников много не бывает. И, ребят, увидимся завтра за просмотром свежих сплетен с огромной кружкой кофе, горячего кофе в вашей руке. Все, мои родные. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok